здравствуйте в эфире современный разговор с казахстанским политическим обзревателем замиром каражановым добрый день замер поздравляю вас с наступившим новым годом желаю всего наилучшего все было замечательно и успех сопутствовал мне всегда приятно было с вами общаться и когда я с вами много лет назад делал интервью письменного плана когда работал журналистом и здесь может пару раз с вами успели записаться за эти три года замер у нас все-таки к зенгизурскому коридору еще остается для азербайджан регионов все-таки повестки дня а вот накануне министр транспорта и инфраструктуры турции абдул-кадир уран луглу заявил что турецкая страна продолжает работу по строительству своей части коридора и 2028 году он будет проект замерзурского коридора может быть полностью реализован почему я обратился к вам начиная с вами именно разговоров с этого вопроса казахстан выстраивает независимую многовекторную внешнюю политику казахстан выстраивает многовекторные экономические отношения с различными странами и регионами мира и возможно когда мы говорим о зенгизурском коридоре как бы аналогия приходит со срединным коридором насколько для казахстана представляет важность этот серединный коридор как бы который является на проекции древнего шелкового пути тем более в условиях современного турбулентного мира и также когда мы говорим о зенгизурском серединном коридоре наверно можно тут не обойти вниманием и двусторонние азербайджан и казахстанские отношения как политические так и экономические сейчас наблюдается плеск и рост можно сказать геополитической напряженности и к несчастью это уже уже касается и нашего региона вместе идут по советское пространство то есть мы все являемся свидетелем то что здесь я скажем есть такие конфликты которые скажем ограничивают в определенной степени транзит грузов вот в прошлом году в отношении россии были приняты по моему ошибаюсь девять санкций 9 пакетов санкций есть часть из них касалась как раз вот вопросов транзита по евро по евразии да то есть там в основном речь во об автомобильном транспорте вот но дело то что если уже как говорится поднимался вопрос или пакет санкций включался вопрос транзита ту конечно же здесь никто не может уже исключать и других видов транзита поэтому для кассана скажем вот эти события не стали не то чтобы неожиданными но неприятными скажем так потому что действительно после эскалации конфликта вот в 2022 году касса достаточно очень быстро начал решать вопрос а по поводу а поиск альтернативных маршрутов которые позволяют это как обойти российскую территорию с тем чтобы поддерживать свою экономику свою торговлю и естественно конечно в такой ситуации очень большое внимание началось уделяться как раз вот так названным срединному коридору которая проходит через территорию казахстана и далее следует через кавказ если не ошибаюсь по мою даже с 22 года а между скажем руководителями наших стран было подписано очень много соглашений которые касаются вопросов обеспечения стабильного транзита это касалось и вопроса и саму коридора вот этого и касалось вопроса сокращения времени прохождения грузов по этому коридору и конечно с последующим в общем обсуждались скажем не только вопроса транзита скажем контейнеров да ну и в том числе и транзит энергоресурсов которыми обладает каста на поставки на внешней рынке то есть ситуация достаточно остро ребром стала и кастан начал его решать таким образом я думаю что это касается даже не только к списка региона да то есть не только даже кавказа самое интересное то что каста начал обсуждать уже другие региональные проекты по развитию вот этих всяких маршрута да то есть в нашем регионе это поддержал каста допустим такое направление как скажем из афганистан а также поддерживал направление через кыргызстан сторону узбекистан и далее на каспида несмотря на то что скажем это так прямо и не касается казахстана но тем не менее для кастана это является каким чувствительным фактором потому что в случае обострения ситуации у кастана хоть будет какой-то шанс присоединиться к соседям к их получить доступ к их транспортной инфраструктуре и таким образом решить свою транспортную проблему поэтому конечно же действительно вот этот среди не коридор он играет достаточно начинает играть заметную роль в условиях скажем геополитической стряске да и здесь конечно до этого конечно у нас были подписаны соглашение касательно как раз увеличением транзита но именно до 22 года скажем вот этот процесс он не так сильно активизировался как последние годы но это мы уже и наблюдаем по объему грузопотока да то чем тоже начал очень сильно наращиваться очень сильно расти я думаю что перспективе это приведет не только скажем как раз пропускной способности скажем вот этих маршрутах но и скорее всего должен привести к тому что будут приходить дополнительные инвестиции кастану и азербайджан будут инвестировать как раз в транспортную инфраструктуру потому что действительно судя по всему потоки будут очень большие к ним надо уже сейчас готовится то есть это менять модернизировать портовую инфраструктуру железнодорожную инфраструктуру для того чтобы как говорится вот это скажем объем грузопотока с ним можно было справиться но касательно скажем тех маршрутов которые есть на кавказе то касаемо данном случае рассматривают абсолютно все маршруты то есть для него любое направление будет достаточно приемлемо да то есть несут важно это будет через грузию проходить или через азербайджан и далее в турцию но самое главное чтобы в данном случае для нас очень важно чтобы обеспечивалась стабильность вот этих грузопотоков и естественно на юридическом уровне все моменты все механизмы не были закреплены то есть для нас просто вот этот момент аспект он и будет иметь значение а так что так мы видим то что действительно геополитическая турбулентность она мы и азербайджан и казахстан просто оказались в новой реальности а вот из этих событий сейчас мы наблюдаем тоже спецнапряженности на ближнем востоке да то есть это красное море и мы сейчас тоже видим то что даже крупные скажем грудоперевозчики они направляют свои морские суда в обход суэрского канала через африканский континент вы сами поймаете это достаточно расходная статья это очень много времени уходит и естественно конечно здесь очень большое опять таки внимание будет скорее уделяться транзиту груза через наш регион то есть это центральная азия каспий кавказ с последующим направлением его европу то есть мы понимаем то что сейчас ситуация она меняется за последние два-три года очень сильно поменялось и здесь конечно востребованность вот этого среднего коридора на растет не только со стороны скажем казахстана или азербайджана да здесь буквально целый комплекс ну целая группа стран которые заинтересованы в том чтобы а скажем вот этот коридор работа и вот был формат скажем сотрудничество встречи да вот формате где-то c5 плюс один это имеется ввиду центральные девятки страны с китаем встречался с индии встречались и были такие встречи с германией и буквально на всех этих встреч мы видим заинтересованных всех стран в том чтобы как говорится наши страны они поддерживают этот транзитное сообщение между разными регионами мира то есть насколько насколько мы видим растет интерес как раз вот к к серединному коридору и насколько уделяется внимание нашим странам и насколько уделяется внимание стабильности и безопасности наших стран потому что действительно если сейчас еще и в нашем регионе что-то случится да то естественно конечно же это будет уже скорее все сказываться где-то на азиатских и европейских рынках замер вот я смотрю оценки блумберга вот многие вот вы сказали про и конфликт на ближнем востоке это вызывает такие уситов на корабле красное море перекрывается вот блумберга говорит что многие мировые корпорации судоходные крупнейшие уже решили отказаться от советского канала и огибают африку с юга это 7-10 дней дополнительно значит к сроку поставок как бы с грузов и примерно миллион долларов дороже а хоть кроме того пишется что вот первой плане прошлого года через советский канал проходила около 9,2 миллиона баррелей нефти в сутки что составляет примерно девяти процентов мирового спроса то есть это как уже сказали это естественно вызывает такой серьезная сигнал для грузопереводчиков мы помнишь в двадцать первом году большой контейнеровоз перегородил советский канал когда сел на мель кроме того сейчас говорят что и советский канал и панамский канал там мелеет дно и если не ошибаюсь я вот на днях читал что панамский канал там 7 миллиардов должны потратить чтобы это параллельно стоить или же углублять дно то есть самой дешевая конечно же и грузоперевозки это по морскому пути тем не менее мы видим что политика и природа сама в этот вопрос вмешивается а кроме того вот вы все время оперировали 2022 год 2022 год что после этого начиналось это самое какие-то новые реалии мы видим что вот президент азербайджана им хамариев часто участвует в мероприятиях международных где вот также присутствует и глава центрально азиатских государств том числе казахстана и на двустороннем формате проводятся встречи и в различных форматах вот у вас в астане в начале ноября проходил саммит тюркского организации тюркского мира там и турция участвовала и вот все время обсуждаются эти вопросы а кроме того ты вот наверняка вы понимаете что я вас прошу очерчивый круг который хотелось бы ваши эксперты мнения кроме того вот сначала была пандемия а потом война украине и в том числе в казахстане был наложен как бы запрет там ограничение на поставки за рубеж пшеницы и других продовольственных товаров с точки зрения обеспечения своей торговой безопасности продовольственной как в этом отношении значит складывается процесс и про морской путь здесь интересно был парадок где-то после пандемии по моему цены допустим на сухопутные маршруты оказались даже ниже морских перевозок почему потому что везде были карантинные как говорится меры ограничений это тоже свою роль сыграла в тарифообразование и это говорит о том что принципе не обязательно сухопутным маршрутом может быть дорогим помать и то чего может быть и все зависит от того насколько инфраструктура развита насколько взаимодействие между странами осуществляется достаточно эффективно в плане пропуска вот этого транзитного грузопотока ну и естественно конечно помимо самой цены здесь я большую конкурентную роль играет и время да то есть прохождение это достаточно там буквально лишь тому за за неделю кому где-то может контейнер пройти весь этот путь то есть у него конечно родить свои преимущества но это касательно самого вот этого маршрута на то что вы говорите по поводу обеспечения продуктовой безопасности но это речь идет о постпандемическом периоде и в общем целом сейчас можно сказать ситуация более-менее нормализовалась она имеется ввиду то что вот вопрос обеспечения продовольственной безопасности он уже не так остро стоит на повестке дня допустим как это было после пандемии да после снятия вот этих карантинных мер сейчас немножко стабилизировать ситуация это кстати заметно не только по поставкам допустим да это заметно даже и по экономическим показателям то есть мы уже выходим на тот уровень который был в девятнадцатом году да то есть перед самой пандемии это касается и товарооборота и экономического роста это касается еще и социально-экономического положения населения имеется ввиду доходов населения то есть потихоньку мы извиняюсь за мир ради бога вы говорите про пандемию а еще было помните когда война началась в украине украина россия поставляли являлись одним из основных поставщиков различных значит видов продукции масла пшеницы и поэтому возник дефицит во многих государствах в том числе даже до латинской америки и поэтому я слышал что и вычитал что казахстан с точки зрения вот этих турбулентности предпосвещал предпринять какие-то меры чтобы как бы не расходовать свой запас да вы совершенно верно да действительно россия и украина является крупными поставщиками зерновых культур но вы знаете дело то что скажем их не рынки да вот они в основном расположены в других странах да то есть это не по советское пространство и уж тем более не казахстан потому что мы сами являемся экспортерами зерна тот 10 период он опять таки как уже говорю да то есть был очень большой риск производственной безопасности и здесь конечно же все национальные правительства в том числе и казахстан они предпринимали меры для того чтобы избежать вот этого негативного сценария конечно до года бы не дашь тонну всплеск цели спи у нас разогнать вот если смотреть калстанскую экономику опять таки если позерни смотри по пшениц по муке тут мы здесь являемся в основном экспортерами здесь не настолько чувствительны мы были у нас самая большая проблема с поставками сахара потому что действительно у нас и принципе в нормальные периоды иногда были перебои это приводило к росту цен по республике но когда произошло случилось вот этот конфликт то здесь уже однозначно как говорится самое первое о чем подумали это и не то что подумали так оно и произошло и в условиях и пандемии и когда скажем вот этот конфликт начал нарастать это по поводу того что рост цен на сахар и еще на несколько продуктов которого основном заводим они создаем у себя да не производим и у нас этой продукции нету то есть на эти продукты у нас конечно же цены они извинялись и одним из ответов действительно было ограничение экспорта и в в том числе создание условий для того чтобы а можно было те продукции заводить но это имеется ввиду уже импорт но на самом деле если даже вот обратили по внимание по каспийскому региону по сотрудничеству тюркстан здесь как раз вот очень часто вопросы поднимаются о том чтобы мы могли бы вместе сообща обеспечить производственную безопасность друг другу да то есть если у нас есть какие-то излишки то у кого-то есть какой-то недостаток в виде продукции то мы могли бы что-то поставить таким образом как говорится вот эту проблему обеспечения продуктной безопасности в целом регионе она где-то решалась за счет сотрудничества между нашими странами вот этот вопрос он скажем так сейчас уже не остро стоит иметь ввиду продуктную безопасность но тем не менее конечно риски они есть почему потому что как мы уже говорили то что сейчас уже по моему есть опасность то что могут возникать какие-то новые конфликты новые напряженности это может приводить к тому чтобы будут нарушаться магистики цепочки это будет конце концов сказываться действительно на обеспечении продовольственной безопасности но я думаю там не только продавец безопасности до этого мы говорили про обеспечение транзита то есть здесь очень большой комплекс моментов на что может повлиять вот такие негативные события а кроме того вот вчера мы с вами когда общались вы сказали что когда мы договаривались скале что связи с санкциями антироссийскими у вас возникли проблемы с логистикой казахстан прошлом году два танкера приобрел то что санкции применять также к ирану поэтому на все таки для многих государств значение за гизурского коридора принципе он тоже растет вы сказали что вам в принципе все равно через грузию через азербайджан есть проходит груза да через грузию идет баку-тбилисикарс идут через грузию в турцию идет также нефти и газа значит тут газовые трубы сейчас казахстан начал поставлять через азербайджан тоже новые объемы нефти полно в европу поэтому вот по поводу этих двух танкеров вы можете чуть подробнее поднимался в двадцать втором году у нас очень президент ставил вопрос о том чтобы наращивать танкерный фор для того чтобы понятно для того чтобы увеличить экспорт объемы кастанская экспорта кастанской нефти через а как раз в азербайджан принципе в рамках вот этого соглашения это этого поручения более приобретены в конце концов два танкера но насколько знаю что его азербайджана есть танкерный флот и у констана тоже он был а танкерный флот то есть речь идет о том чтобы увеличивать не только просто танкерный флот а как раз вот объемы транзита нефти и скорее всего это будет происходить через месторождение кашагана и далее в общем получается европу судить можно сказать в общем у нас получается где-то за один заход у их танков где-то 8000 что он может перевозить и это где-то порядка получается один танкер в течение месяца за 10 рейсов может перевести где-то 80 миллионов то нефти если не ошибаюсь а вот это в принципе нормальный показатель но помимо поймать это проблема не только в танкерном флоте это еще и портовая инфраструктура тоже большую роль а игра а дело то что кому идти погрузка об этих танкера и за какое время если увеличить либо модернизировать наши портовые наши порты и порты и под еще объем поставок нефти то что здесь конечно же есть риск со стороны вот этих санкций но в прошлом помню в двадцать втором году тоже обсуждалось такой вариант на по поводу систему россии чтобы ограничить его покупки за рубежом но в конце концов вот эту миру и от нее отказались и европейские страны но тем не менее поскольку она обсуждается в общем возникало повестки дня тоже такие риски есть и просто не хотелось бы оказаться такому уязвиму но еще один такой конечно момент здесь надо тоже надо обратить внимание вот трубопроводная система ктк по которой вы сейчас поставки калстана это где-то 80 с лишних процентов до идут а идут по этой системе поставки тут мы сами поймаем оказывается в уязвимом выизвимом положении является диверсификация поставок кастанской нефти на внешние рынки были здесь по большей части в основном если так говорить то это было китайское направление да то есть тоже трубопроводная система есть и одно из таких направлений которые сейчас скорее всего и будут наращиваться джан но опять таки повторяя то что говорится касательно вопросов поставок энергоресурсов через альбайджан да то есть это в основном нефть здесь в принципе смотрите если мы где-то 60 миллионов тонн поставляем через ктк то по идее в 2023 году то есть прошлом году да у нас должно было составить это порядка одного и одного миллиона тонн нефти да то есть мы видим то что здесь конечно пропорция исключительно в пользу маршрута ктк но я думаю что приобретение вот этого двух танкеров вы еще здесь надо принимать во внимание то что те танки которые еще были они позволят где-то наращивать конечно просто объемы поставки а вот это не так же и то что я говорю по поводу портовой инфраструктуры и это же скорее всего придется модернизировать подрастущие поставки нефти через азербайджан то что ситуация на сейчас примерно так выглядит мы на скорее всего находимся где-то на начальном пути потому что вы если не ошибаюсь 1 поставка как разнута и казахстанской нефти через азербайджан она началась только в прошлом году вот это было в основном нефть поставляла через российскую территорию и через китай но через китай имеется в виду сам китае на и на его нужды и потребности замер два года назад перед началом войны в украине вот пространство наверно бывшего советского союза да и не только но вскалыхнул новость о ямварских беспорядках в казахстане с этой точки зрения хотелось бы узнать если какие-то видимые и невидимые какие-то нитик так которые говорят о том что возможно повторение чего-то подобного с точки зрения того вот уже два года прошло как можно сказать почему это произошло кроме того какие опасности существует национально безопасность казахстана мы когда в советском союзе жили наверное думали что все спокойно очинно идет вот видите каждый день думали 40 с 1 45 это единственная война которая будет на память поколений нет новое возникает кроме того когда несколько лет назад власти в афганистане лишь вернулся талибан режим это тоже вызвало определенные знаете опасения у жителей планеты наверное особенно вот этого касаться и вас потому что вы соседи живете по соседству в этом регионе соединенные штаты америки ушли оттуда к ним относились очень как бы осторожно вот сейчас в казахстане перестали считать талибан запрещенной организацией почему так произошло ситуация талибан то что несмотря на то что американцы допустим или войну военные действия в афганистане тем не менее параллельно были переговоры с руководством талибан пусть они проходили если не ошибаюсь в дубае помогет об одной из стран персидского залива то есть иметь ввиду то что вы дипломатический канал всегда сохраняется даже между сша и талибаном но ситуация конечно же она сильно поменялась я и сейчас действительно талибан это скажем ту руководство которое возглавляет афганистан да и конечно же вопросы возникает потому что как так произошло то что кастанка говорится такую позицию занял но на самом деле это не только кастан занимал такую позицию то есть талибаном скажем продолжали и но прежде я для информации вам скажу что извини перебил азербайджан вот сейчас тоже восстанавливать деятельность своей своего посольства афганистан меняете да мы исходим из того что то бы не было бы афганистана очень важно вообще для нас чтобы афганистан просто ситуация в афганистане нормализовалась чтобы афганистан все-таки вот этот конфликт вот эта гражданская война которая там была чтобы она все-таки остановилась и афганистан развивался уже по такому мирному руслу но по мать и если я сейчас просто блокировать талибан и изолировать талибан то скорее всего такого результата мы не достигнем и я думаю что это уже понимание приходит ко всем то есть это не касается только скажем центра азиатского региона кавказа это принципе все понимают то что каким бы там не был бы талибан то лучше с ним выстраивать отношения вот для того чтобы афганистан просто изменился внутри чтобы в афганистане прекратился конфликт чтобы афганистан действительно восстановил свою экономику и а таким образом потихонечку выбирался из той ямы в которой он оказался и вот можно обратить внимание то что просьба афганистана точнее даже руководство да талибана они посещали за это время не только скажем калстана они были в узбекистане они приезжали а в россию да то есть были во время саммита одни пути один поиск в китае то есть это мы были то есть в принципе все исходят из того что необходимо сотрудничать для того чтобы афганистан изменился и самое главное для того чтобы региональная безопасность укрепилась а вот она вот этот фактор он играет большую роль почему потому что допустим если смотреть и кастан и афганистан да у нас мало прошлом году товарооборот составил чуть не не хватило одного миллиарда для того чтобы округлить эту цифру там несколько десятков миллионов хватало ну представьте себе афганистан это страна которая только выбралась из военного конфликта да то есть это достаточно небогатая страна и тем не менее у кастана такой оказался показатель порядка одного миллиарда долларов я уж извиняюсь да но у нас азербайджан даже не удается преодолеть 500 миллионы рубеж во внешней торговле а тут садится совга афганистан вдруг неожиданно показал такой результат во внешней торговле это уже само по себе а парадоксально то естественно конечно же афганистан большую роль еще будет скорее всего играть в плане водных ресурсов в центральной азии давайте не будем забывать то что афганистан не только скажем страна который граничит с нашими государственную и страна которую через которую проход протекает хотя бы небольшой отрезок реки это страна которая действительно имеет право по международному праву заниматься отъемом воды то есть водозабором из этих рек и понятное дело то что для центральной отецкого региона это тоже скажем но я не скажу что это не негатив до какой-то но ясно дело что с этой страной уже надо будет обговаривать объема водозабора для того чтобы обеспечить водой себя да то есть это поливная вода питьевая вода то есть вот такие вопросы решать понятное дело то афганистан большую роль скорее всего будут играть в плане снижения террористических рисков каких-то экстремистских рисков к счастью в принципе это когда вот это либо пришли к власти они сразу сказали то что территории афганистана не будет использоваться для атака на другие страны в том числе и на страны стране азии для нас это было очень ключевое заявление в этом плане вот и исходя из всех вот этих нюансов мы понимаем то что да не только еще раз повторяем мы буквально все понимают то что надо выстраивать отношения с противством афганистана для того чтобы просто ситуация нормализовалась и вот мы сейчас до этого говорили по поводу транспортных маршрутов и такого афганистана является одной из таких стран через которую можно выйти скажем на порты индийского океана да пусть мы же не знаем же что может произойти мы для нас стало неожиданным скажем какой-то в степени война между россией и украины поэтому никто не знает как могут протекать события в условиях роста геополитической борьбы то есть дети есть определенный момент непредсказуемости поэтому для этого для того чтобы быть скажем защищенным или быть готовым к разного рода поворотом здесь конечно же афганистан может свою роль сыграть вот как раз в качестве ну скажем компенсатора каких-то негативных явлений в каком-то в том или ином регионе нашего евразийского континента то есть исходя из всего этого просто скажем здравый рассудок здравое рассуждение она говорит о том что необходимо просто с этой страной выстраивать отношения и конечно же если афганистан нормализует ситуацию внутри страны если у афганистана скажем начнет развиваться более-менее экономика то скорее всего афганистан и его количество руководство да будет занимать более прагматичную позицию это тоже очень важно и кстати говоря вот после того как американцы вывели свои советская за афганистаном и видели то что принципе руководство афганистана она все-таки она занимает бога и прагматичную позицию это о чем говорит конечно мы понимаем то что это религиозно какое-то да там политическая сила да но тем не менее мы обратили внимание на другой момент то что все таки вот нынешнее руководство талибан она начинает думать об экономике о торговле об инвестициях а я думаю что вот эта позиция она будет приводить к тому что и афганистан будет занимать скажем более прагматичную позицию во взаимоотношениях со своими соседями прежде всего ближайшими соседями а вот то есть будут выстраивать какие-то конструктивные взаимоотношения между ними эти отношения будут покоиться где-то на интересах самого афганистана и в какой-то степени будут отражать интересы самого региона одессе очень большой комплекс скажем направлении в которую мы могли бы сотрудничать с афганистан в том числе есть такие чувствительные сферы как скажем снижение экстремизма снижение террористических рисков и скажем распределение вода водных ресурсов в нашем регионе так что исходя из того что я сказал описал эту картину то понятно дело то что как бы там талибов там не считали бы за каких-то там радикалов экстремистов да все понимают что с сталибами все-таки выстраивать отношения на текущий момент в афганистане нету пока что силы способны поддерживать стабильность внутри страны я думаю что вот этот фактор он как раз и приводит тому что страны и казахстан том числе до начинает выстраивать взаимоотношения с руководством талибан потому что главное здесь сделать первый шаг а так как как бы дальше скажем развиваться путь здесь уже зависит и от позиции самого руководства афганистана и скажем от тех стимулирующих мир которые могут предложить афганистану его соседи и но партнерная на по по региону в том числе кстати говоря не только со стороны центральной азии да заметьте я уверен что индия тоже будет заинтересована в том чтобы афганистан преодолел вот эту свою черную полосу своей своей истории да потому что индия это тоже та страна который сталкивается с радикализмом в том числе с исламским радикализмом и поэтому я говорю здесь очень многие страны заинтересованы то чтобы нормализовалась ситуация в афганистане и одним из таких шагов в этом направлении как раз является нормализовано нормализация отношений с правительством афганистана тем чтобы в последующем подписать какие-то соглашения документы которые будут носить где-то взаимообязывающий характер в разных сферах но я еще раз повторяю для нас конечно же это вопрос экономики и безопасности замера если вот вернуться к одной из части вот этого первая часть моего автора вопроса касательно ниварь 22 года чем это было вызвано и какие вот угрозы национальной безопасности казахстану существует ну смотрите вызвано знаете это были отложенные проблемы они так называемые такие проблемы которые надо было своевременно решать но их не решали а это вопросы экономического социально-экономического характера прежде всего почему потому что действительно у нас за последние 10 лет а темпы роста экономики не превышали пяти процентов я думаю что это достаточно невысокие показатели были периоды когда у нас темп роста экономики были составляли где-то один-два процента это низкие темпы роста экономики в конце концов даже президент заявил о том что констант стал заложником вовушки средних доходов это задача такая ситуация когда страна не может прийти на траектору высоких темпов роста экономики да и по самой постоянно прозябает где-то скажем в умеренных темпах роста экономики но это обычно один-два-три процента да мы думаем что в этом году нам удастся преодолеть пятипроцентный барьер потому что в первом полугодии у нас а темпу роста ввп составили 5 процентов но все-таки мы не смогли этого преодолеть по моему если не ошибаюсь 4 9 процентов у нас за прошлый год за двадцать третий год а вот то есть вот эта проблема она а сказывалась конечно же на благосостояние населения все таки считать это уже десять лет как такая ситуация она наблюдается и конечно же 10 было неудобливое время со стороны населения также необходимо принимать и внутренние процессы в казахстане да это вопрос прежде всего роста демографии у нас в прошлом году мы преодолели 20 миллионный рубеж и надо сказать у нас таковой темпу роста в казахстане что где-то за пять лет у нас один миллион прирастает население а здесь вы читаете а сколько 10 лет а получается у нас 2 миллиона здесь приростного населения также надо учитывать внутренние миграционные процессы потому что они у нас и носит такой неравномерный характер по большей части они приходятся на амату на астану приходится да и есть страны здесь области которые регионы которые характеризуются как раз большим оттоком населения а вот конечно же регионы куда идет приток населения должны по большей части были уделять внимание рабочей силы дополнительно к рабочих мест здесь я им не она была не уделять больше внимания на обеспечении социальной инфраструктуры вот то есть такие моменты они должны были иметь место понятное дело что не всегда всему уделялся этому внимание запустим у нас есть западоконстанский регион да вот магисталовская область от рау да это те регионы которые сталкиваются с экологическим с плохой экологией и при этом говорится при этом у них идет еще и приток рабочих трудовых как говорится мигрантов да то есть внутренних то есть у нас были проблемы с женодением на этой почве а вот то есть взрыв там был то есть вот это все проблемы которые накапливались годами они в конце концов дали себе знать дали для себе знать понятное дело что было пандемия был достаточно резкие резкое снижение экономических показателей и естественно это сказалось и на на доходах населения до этого еще кстати был момент где-то в шестнадцатом году помните если резко упали цены на нефть в мире да то есть естественно конечно это также привело к тому что социально экономических показателей они ухудшились и конце концов действительно началось я где-то с маленькой искры да то есть у нас были требования по поводу жирного газа и конце концов это привело уже бесконтрольному неуправляемым процессом которые в конце концов привели к январским событиям также надо признать что у действующего президента на тот момент до январских событий не было полного объема полномочий здесь тоже надо обратить внимание то что кадровый вопрос он не всегда был самостоятельным принимать у нас правительство последнее правительство которое до двадцать трогого года она была по сути появился еще при предыдущем президенте девятнадцатом году датучи при назарбаеве вот и она по сути не сменялась до январских событий вот именно после январских событий а как раз вот произошла отставка вот этого пройти то есть у нас поменялся к премьер-министр вот и естественно с этого момента по сути у нас начали уже более скажем широко обсуждаться те проблемы которые необходимого принципе бой их их обсуждать в принципе давно скорее всего принимать по ним решение это в том числе и по национальным точнее госкомпаниям это было у нас а саму казана так называемый холдинг который управляет госкомпаниями да то есть эта проблема слабой конкуренции на внутреннем рынке это проблема высокой доли государства в экономике страны то есть эта проблема реформ в разных сферах это скажем и не только допустим в плане экономики вот у нас кстати говоря налоговый кодекс будут принимать да то есть в ближайшее время то есть вот такие экономические пакеты законов надо было принимать свое своевременно у нас многие законы кстати говоря о которую носят ключевой характер в разных сферах они тоже устарели да я вам просто могу сказать очень если смотрели где-то ютубе да высказывание скажем серии медицины серии сельского хозяйства до серии науки то вы обратите внимание что они получи часто ссылается на то что у нас сферу наук убрать да у нас есть закон о науки что он уже морально устарел если брать сельское хозяйство допустим у нас очень многие часто говорят о том что на переписывать водный кодекс да то есть у нас ключевые законы их давно пора было переписывать и но они не переписывались а своевременно естественно вот эти противоречия осталось они начали сказываться на на внутри казахстанской жизни и конечно прежде всего сказываться на самом населении потому что опять-таки повторяю доходы у нас скажем так сильно не россии но я естественно если мы берем по отраслям по сферам то там перспективы тоже так больше не наблюдалось потому что у нас законодательство действительно надо было пересматривать и в определенном сучка его просто радикально переписывать надо было и поэтому я говорю что вы спрашиваете по причину это большой комплекс причин которые привели к такому событию вы сами поймаете то что любая вообще трагедия любая ката катастрофа она не бывает следствием одной только причины это как правило стечение нескольких причин неблагоприятных причин которые приводят к такому коллапсу но если смотреть уже пост ямварские события допусть после ямварский период то здесь конечно же и количество митингов санкционирует не санкционирует кастами она очень резко сократилась и также была проведена большая работа в плане того чтобы увеличить доходность населения да по большей части это конечно со стороны бюджета было шло ну то есть не рыночными механизмами хотелось бы конечно чтобы это было рыночными механизмами для этого конечно я как уже говорил для этого необходимо чтобы экономика росла более динамичными темпами то есть это где-то свыше 5 6 процентов роста экономика должна показывать за календарный перевод замен в 2024 году нынешний в азербайджане пройдет саммит климатический как 29 очень такое серьезное событие мероприятие и там наверняка будет участвовать и представители глава государства казахстана а в этой связи на делегация будет ваша тоже участвовать какие проблемы экономические и экологические могут быть подниматься и которые присущие вот казахстану наверное это касается также и каспийского моря давайте исходить из того что каспийское море это внутреннее море оно не имеет выхода в океан мы уже видели по райскому море чем это чего-то да то есть внутренние моря и скажем таки водоема они очень чувствительны к экологическим изменениям которые скажем происходят в окружающей среде и поэтому конечно же здесь скажем такие меры не осторожные мира они могут иметь достаточно серьезные последствия поэтому когда подписываясь конвенция о правовом статусе каспий там очень один стоял пункт по поводу экологической защищенности нашего региона да то есть меры которые будут принимать власти в пяти стран или скажем не власти сами 5 стран да что они действительно должны носить согласованных характер с другими участниками то есть проводить это экологическую экспертизу проводить где-то привлекать где-то специалистов для того чтобы как раз вот оценить возможные экологические риски реализации таких мер понятное дело что у нас конечно же если брать казахстан здесь конечно же очень много экологических проблем часть из них мы получили конечно же в наследство вот а советского союза это имеется ввиду семипалатийский полигон аральское море но или надо признать то что и проблемы есть еще и связаны уже самим казахстаном это при плохая экология в крупных городах в аматы в астане а себе дает знать эта проблема скажем не модернизированной энергетики эта проблема связана с урбанизацией вот вот эти все проблемы они сказываются на ухудшение экологии нашего региона и понятное дело то что здесь конечно необходимо предпринимать определенные меры для того чтобы минимизировать в эти риски но дело в том что чтобы скажем сократить выбросы углерода в атмосферу для этого конечно же необходимо проводить модернизацию но скажем энергообъекта казахстана да то здесь у нас будут очень серьезные проблемы связаны с притоком инвестиций и поэтому такие саммиты когда они проводятся это как раз тут обмен опытом по поводу того как можно сделать вот эту отрасль привлекательны для инвесторов а вот и какие технологии могут здесь использоваться доступные технологии вот плане того чтобы снизить экологические риски и вот кстати говоря у нас есть еще такой серьезный вызов это это вот с водой да вот дело то что центральная азия это действительно тот регион который а испытывать и просто по естественным причинам дефицит воды и вот когда мы говорим об этих сами так вот как раз вот на них обсуждается вопрос того как скажем обеспечить население питьевой водой здесь очень много есть технологий который позволяет решить эту проблему то прежде чем воду вода сберегающих технологий который позволяет сократить расходы воды вот и другой стороны технологии которые позволяют получать воду окружающей среды да ну в основном по большей части это связано с очисткой источных вот и это связано с объяснением да то есть использование какой-то морской воды но у нас нет выхода в океан поэтому конечно же наши возможности здесь ограничены и в рамках вот таких саммитов обычно обсуждаются меры которые могут предпринимать наши страны скажем для решения вот этих связанных с экологией с экологическими рисками проблем но то что вы говорили по поводу самого сами то я что хочу сказать здесь конечно же есть у нас точки пересечения для сотрудничества а потому что мы говорим не только об экологических рисков мы говорим еще и зеленой экономики то есть это те технологии это те ресурсы которые могут возобновляемые ресурсы которые могут использоваться в рамках будущей зеленой экономики но если брать калстанту у нас в принципе одно из таких перспективных направлений это конечно же экспорт а водорода и это направление обсуждается с азербайджаном в том числе а есть я скажу проекты связанные с прокладкой через каспии по одну каспию линии которые подходят для экспорта высокого напряжения да то есть вот этот проект он что позволит он позволит экспортировать энергию которая вырабатывается казахстане на рынке третьих стран и вот эта энергия на кстати говоря будет скорее всего проекте будет генерироваться за счет скажем солнечной электростанции и ветровых электростанций то есть такие проекты не обсуждается так что я думаю что язербайджан и касталстан мы в принципе где-то в общем-то и в тренде вот этих всяких зеленых тенденций да вот экологических тенденций вопрос только в том что как увеличить потенциал наших стран и участие долю участия наших стран скажем в региональных таких экологических проектах а который позволит скажем не только решить наши проблемы не только скажем снизить те риски с которыми мы сталкиваемся сфере экологии но и возможность заработать для нас и укрепить свою долю или найти свою нишу где-то ну если не на мировой экономике то хотя бы в региональной экономике то есть вот такая принципе задача перед нами ставится я думаю что мы обсуждаем вот эту повиску дня и принимаем определенного рода решение ну по крайней мере по части экспорта водорода да вот этот вопрос он реально обсуждается и обсуждается скажем с азербайджаном обсуждается со странами персидского залива допустим да ну понятно здесь сделать то что большую роль конечно и будут или иметь а вот эти транспортные коридоры то есть откуда и как мы будем экспортировать вот эти виды услуги или вот эти виды а продукции здесь конечно же у нас есть большое большое пространство для сотрудничества с азербайджаном спасибо большое за мир пожалуйста уважаемые дамы и господа вы смотрели интервью с казахстанским политическим обозревателем замером каражановым на моем авторском youtube канале современный разговор с россии бабаевым можно было еще есть много насчет тем для обсуждения надеюсь следующие свои эфиры мы с вами уделим и другим вопросам повышенное внимание спасибо большое замер хорошего дня его хорошего до свидания